Друзья, всем привет! Я Ира, это мой канал о книгах и чтении. И сегодня мне не терпится поделиться с вами радостью от вот такого примерно количества новых книг. Устраивайтесь поудобнее и оставайтесь в ваших креслах до полного завершения этого видео. Начну сегодняшний рассказ с графического романа П.П. Бажов, который я получила в подарок от Алины с канала «Читать нельзя сжигать». Поскольку я живу в Тюмени, Урал здесь недалеко, и вот эти бажовские сказы, они связаны у меня не только с детскими уроками литературы или с представлениями о какой-то русской, готической атмосфере, но также и с реальными местами, где я много раз бывала. И поэтому, когда я увидела, что вышел графический роман по биографии и творчеству Бажова, я им очень заинтересовалась, но все как-то ходило вокруг да около. И поэтому очень обрадовалась, когда Алина предложила мне этот графический роман подарить. 21 художник участвовал в создании этого произведения. Это такой своеобразный трибют Бажову. Здесь собраны разные графические истории, в разных стилях нарисованные. Некоторые из них посвящены биографии Бажова. Это вот от Алины открыточка. Узнаваемая картина Сесерти, где я бывала неоднократно. В Сесерти Бажов вырос. Некоторые главы посвящены его очеркам о жизни на Урале. Есть здесь графические адаптации. Есть здесь графические адаптации его уральских сказов. Вот «Серебряная копытца», например. Есть «Хозяйка Медной горы», «Богатырёва рукавица». Есть фанфики. Вот. Достаточно большой объем занимают фанфики. Причем вот один из них посвящен самому Бажову, да? Бажов и «Звездный воин». Бажов и Абашева. Змеиной тропой. Все они в разных стилях нарисованы. В общем, это очень забавно, но увлекательно. Я предвкушаю знакомство. Мне кажется, что для осени бажовская тема очень даже подходящая. Ну и, честно говоря, я вот несколько страниц прочитала. Первая графическая новелла посвящена как раз биографии Бажова. Бажова и опирается на его воспоминания. И когда я увидела Сосеребря, когда я услышала этот особый говорок уральский, вернее, прочитала, я настолько это живо, да, что как будто бы я его услышала. Мне захотелось и к самому Бажову обратиться. Так что мое осеннее чтение как будто бы так вытекает из этого графического романа еще куда-то дальше. Алина, спасибо тебе за этот подарок. Дальше хочу показать книгу «Осенних демонов» Ярослава Гжендовича. Я у него читала «Владыку ледяного сада», про него как раз планировала рассказать в ближайшее время. И у меня «Владыка ледяного сада», а вместе с ним и Ярослав Гжендович, ассоциируется именно с осенью, с какой-то осенней, такой тягучей, немножко волшебной, немножко тревожной атмосферой. Книга «Осенних демонов», как я поняла, это сборник новелл. Ну, я, конечно, польстилась в первую очередь на название осеннее, на такую вот обложку, ну и на фамилию знакомую автора. Насколько я поняла, здесь несколько новелл, объединенных одной темой, объединенных каким-то вот сквозьным сюжетом. Я прочитала пролог и начала первую новеллу читать. Так вот, в прологе некий человек обнаруживает себя в очень плачевном состоянии. Он лишился почти одномоментно работы, девушки, жилья, и бродит осенним вечером, такой неприкаянный, дождь загоняет его в магазин магических товаров. Этот человек не верит в магию, он живет вот в понятном нам современном мире. Он понимает, что все это какие-то безделушки, в общем-то, не интересуется этими товарами, скорее вот так поглядывает, как на чужаков, на типичных посетителей такого рода магазинов. Но в какой-то момент к нему обращается владелец магазина и говорит, что похоже на тебя кто-то на славу проклятия, или сглаз, или что-то такое. И я, говорит, о таких делах знаю, потому что я сам как книга «Осенних демонов». Давай я тебе расскажу некоторые истории. И вот он начинает рассказы про других персонажей. В первой новелле персонаж тоже в каком-то плачевном состоянии, у него нет возможности содержать семью, то ли он работу тут тоже потерял. И в его ситуацию вмешиваются некие магические силы, предлагающие ему что-то вроде неразменного рубля. Еще не вникла я в дальнейшее все повествование, но могу сказать, что мои ожидания от Гажендовича и от этого названия «Книга «Осенних демонов»» поначалу, по крайней мере, очень даже оправдывается. Прочитала я 47 страниц пока еще. Поэтому приятное знакомство осеннее. Очень рада, что эту книгу я заимела. Выпустила ее издательство АСТ в 2023 году. А сам Гажендович написал эту всю историю в 2003 году. То есть она с таким еще винтажным немножко душком. Но меня это не смущает. Меня даже не смущает тот факт, что в тех эпизодах, в которых я с творчеством Гажендовича знакома, главный герой – это такой типичный, брутальный именно герой. Вот мужчина с его определенной такой вот репрезентацией героической. И мне это симпатично, мне это нравится. Я совершенно как-то… Я к такому проявлению мачизма оказываюсь совершенно так вот лояльно, да, и внимательно, и с интересом читаю. Я это видео записываю второй раз. В первый раз произошли технические шоколадки некоторые. Но я так думаю, что у каждой истории есть свой смысл и какой-то замысел. Потому что между первой попыткой снять это видео и сегодняшним днем у меня произошла очень интересная встреча, на которой я познакомилась с тюменской блогеркой, которая в большей степени посткроссингу посвящает свои видео. Ее тоже зовут Ира. И она меня пригласила на встречу тюменских посткроссеров. Это люди, которые увлекаются международным обменом открытками. Это была очень уютная встреча. Но самое главное, чем меня туда Ира заманила, можно сказать, это три книги Ника Бентока, который выпустил их в 1991, 1992, 1993 году. Он и автор, и художник этих книг, которые представляют из себя переписку двух человек, сначала обменивавшихся открытками, а потом и на письма перешедшие. То есть здесь демонстрируется вот эта открытка, это ее оборот, то, как она была подписана. А потом они переходят к письмам, и тут реально письма приклеены. Причем девушка, которая первая завязала эту переписку, пишет очень красивым почерком, таким рукописным. Он здесь воспроизводится, каллиграфический. А мужчина, художник, с которым она переписывается, печатает на машинке, и здесь тоже это отражено. Вот в таких напечатанных на машинке письмах. Я прочитала уже первую книгу сразу же, не отходя, можно сказать, от парка по соседству с этой встречей посткроссеров. Она очень таинственная и трогательная. Мне не терпится узнать, что будет дальше. Эта история, помимо того, что она обаятельно вот так вот выглядит визуально, она еще не таинственная и печальная, мне кажется. Потому что девушка, которая заводит с нашим художником разговор дистанционный, говорит о том, что она обладает какими-то странными, для нее необъяснимыми способностями видеть, как он рисует. Вот в каком-то возрасте она стала замечать, что на границе между сном и бодрствованием она видит, как кто-то рисует. И прошли годы, прежде чем она увидела какую-то публикацию его рисунков, а он завоел фирму по выпуску открыток. И он сам их рисует, сам их выпускает. И вот одна из, видимо, его открыток где-то ей попалась на глаза, и так она узнала, кто этот человек, чьи рисунки она наблюдает, чей творческий процесс она наблюдает годами. И тогда она решила ему написать, и завязалась вот эта переписка. Он сначала ей не верил, естественно, а потом он, наоборот, захотел ей поверить, потому что он был очень одинок. И вот это вот его одиночество, вот это вообще, в принципе, свойственная, наверное, людям готовность окунуться вот в этот роман в письмах, да. Во многих литературных произведениях этот мотив появляется. Наша готовность не просто погрузиться в этот разговор виртуальный, но и влюбиться в своего собеседника заочно. Она кажется такой, ну, универсальной, может быть, что ли, очень распространенной. Меня она, во всяком случае, очень трогает. Она мне понятна. Ну, и печаль здесь заключается именно в невозможности этой встречи, потому что же вот они далеко друг от друга. И в конце книги автор нас, в конце первой книги автор нас даже заставляет усомниться в том, была ли вообще девушка. Появляется ощущение, что, возможно, этот человек сам все придумал, и он вообще страдает каким-то ментальным расстройством. В общем, я очень довольна. Эти книги я получила на время почитать, но я решила, что раз они попали в такой промежуток временной ко мне, когда я должна была записывать второй раз видео о новых книгах. Я их покажу просто потому, что они чрезвычайно хороши. Дальше покажу книгу издательства «Миф». Это Ричард Осман и его «Выстрел мимо цели». Это оказалась третья книга из «Клуба убийства по четвергам». Я почему-то думала, что вторая. У моей подруги есть первая книга. Я подумала, что я возьму у нее почитать первую, потому что она хвалила ее, и решила взять, я думала, что вторую, а это оказалось третья, потому что мы так будем обмениваться и все эти книги читать в кругу подружек. Я знаю, что это пожилые люди, которые на пенсии собираются в клубе, чтобы как-то общаться и друг друга поддерживать, и в какой-то момент им попадается на зуб некое таинственное дело, которое они в первой книге раскрывают. И настолько успешно, что теперь они уже фигурируют в третьем романе Ричарда Османа. Подруга моя очень хвалит эти книги, поэтому я, доверяя ее литературному вкусу, тоже такую книжечку себе заимела. И буду участвовать в «Круговороте Ричарда Османа» в Тюмени. Ну и, кстати, что подруга моя говорит по поводу этих романов. Она говорит не просто, что они ей нравятся, они увлекательные. Она говорит, что то, как эти люди почтенного возраста взаимодействуют друг с другом, с жизнью, ей внушает надежду на светлое будущее, что ли. Дают ей пример, что можно взрослеть, стареть вот так как-то. Активно, весело и забавно. Но при этом, когда она дала своей маме почитать эту книгу, та дочитывать не стала и сказала, что это не ее. Не очень-то ей близок такой взгляд, такое настроение. Не будоражит ее. Вот интересное оказалось, такое интересное замечание. Мне тем более любопытно стало почитать, что это из себя представляет. Дальше у меня здесь книга Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка». Это путешествие двух любимых советских писателей, знаменитых своим золотым теленком и двенадцатью стульями. Осенью 1935 года они отправились в США, чтобы проделать такой рот-трип по разным штатам на автомобиле Форда. Автомобиль Форда тоже символическую роль играл, интересную такую. И они знакомились с обыкновенной Америкой. Не с мегаполисами, а с вот этими небольшими городками, так называемой одноэтажной Америкой. И со свойственной им наблюдательностью, таким остроумием, делали какие-то замечания насчет тех моментов, в которых американцы очень похожи на нас, и тех моментов, в которых мы такие разные, особенно в бытовых вопросах. Многие бытовые вопросы, которые здесь описываются, когда я в начале 2000-х с этой книгой познакомилась, были и тогда для меня экзотичными. Экзотичным каким-то образцом какого-то заморского быта, что ли. Сейчас, конечно, многое это все у нас появилось, но я до сих пор помню впечатления от аптек или от заправок, как они иначе выглядели в США, нежели у нас, например. Что в начале 20-го века, что в начале 21-го века. Я с этой книгой познакомилась давным-давно, когда писала дипломную работу о стереотипах восприятия американцев в российской культуре, в российском обществе. Я читала статью, готовясь к диплому, и там были выдержки из одноэтажной Америки, какие-то ссылки, цитаты. Я впилась взглядом в эти маленькие кусочки текста, очень обрадовалась, обнаружив у любимых писателей такой интересный травелок, дневник путешествия. И тут же помчался эту книгу отыскивать. Сначала читала ее в библиотеке, потом, когда появилась возможность, купила себе. И у меня она есть в нескольких разных изданиях. У меня есть задумка одного подарка в американском стиле. И эта книга мне показалась очень хорошим способом проиллюстрировать этот американский дух, хорошо написанный. Я ее люблю. И мне нравится, что у Асты вот это такое легонькое издание. Как раз для моих целей оно подходящее. Ну и я предвкушаю возвращение к любимому тексту. Я буду здесь делать закладочки, маленькие подарочки, и сама, конечно, все это перечитывать и вспоминать приятные деньки, когда я с этой книгой только знакомилась. Дальше подарок от Лены с канала Once Upon a Time. Это Джоан Харрис и ее карман ворон. Очень красивое издание. Посмотрите, какое нарядное. Ну просто у Лены был анхол. Ой, подождите. Лена завела себе новый канал. Он называется Корешок и Форзац. Раньше она была всем известна под именем Once Upon a Time, а теперь ищите ее на канале Корешок и Форзац. И вот она делала анхол, распродавала книги, с которыми она готова попрощаться. Среди них вот это симпатичное издание Джоан Харрис. Кто-то вообще его забил себе, забронировал, но не выкупил. Елена мне предложила подарить. Здесь какой-то Один одноглазый. И вообще вороны, они тоже, ну как-то на Одина как будто бы намекают, да? Книга богато иллюстрирована. Здесь некая история про ведьму, которая влюбляется. Что-то такое магическое обещают. И самое интересное, что с Джоан Харрис я познакомилась совсем недавно, прочитав ее «Шоколад». И я была очарована. Шоколад мне очень понравился. И, конечно, увидев у этой же писательницы вскоре вот такую красивую книжку, которую Лена мне в подарок предлагала, я подумала, что надо брать по всем параметрам, про всем статьям надо брать. Лена, тебе спасибо. И дальше еще, продолжая эту колдовскую, осеннюю, ведьмовскую тему, покажу вам два выпуска манги от Ильи колдовских колпаков. Я, честно говоря, уже не помню, показывала я первый том или нет, потому что я купила его летом. Но пока он дожидался в своей очереди, чтобы показаться в покупках, я купила и второй том, потому что первый нам дома очень понравился. И вот теперь буду знакомиться со вторым томом манги Камома Сирахама, в которой главная героиня девочка лет, ну, не знаю, что, 12-13, в общем, девочка-начинающий подросток, которая живет в мире, разделенном на волшебников и простолюдинов. Она всю жизнь мечтает стать волшебницей, но понимает, что у нее нет врожденных магических способностей. Однако, когда мы о чем-то очень сильно мечтаем, говорят нам в этой книге, мы все-таки можем попробовать стать теми, кем хотим. И девочке такой случай предоставляется. Волью судьбы она попадает в школу волшебниц, которая здесь называется отелье колдовских колбаков. И она узнает, что магия, главный инструмент магии – это графика. Это рисование определенного рода таких схематических изображений, узоров, зная загадочные смыслы, которых ты можешь магией управлять. Магия заключается в чернилах. И вот эта рисовальная тема – это связь пера и волшебства, связь творчества, какое-то рисование в данном случае, графики. И волшебство, мне кажется, очень симпатичное. Живут они в мире, напоминающем какие-то отголоски Хаяо Миядзаки, я здесь чувствую. Невольно напрашивается в некоторых местах сравнение с Гарри Поттером, потому что школа волшебства, как устроены какие-то законы, какое-то взаимодействие между ученицами. В первой книге главная героиня переживает инициацию в этот мир волшебства, а во второй уже какие-то еще начнутся приключения. Посмотрим, что там будет дальше. Продолжая тему волшебных школ, почти в начале учебного года покажу вам «Смертельное образование» Наоми Новик. Эта книга называется «Первый урок Шаламанчи». Шаламанчи – это школа волшебства, которая, согласно старинным легендам, якобы была в Европе. Это какие-то легенды из разряда легенд про Дракулу, что-то такое. И Наоми Новик, не впервые уже обращаясь к европейской мифологии, начинает серию книг про эту школу Шаламанчи. В отличие от Хогвартса, это довольно зловещая школа, потому что там ученики как будто бы жизнями своими расплачиваются за знания, или кто-то расплачивается за знания других. В это я еще пока не вникла. На эту книгу я первым делом обратила внимание из-за того, что я полюбила Наоми Новик. После ее книг «Чаще» и «Зимнее серебро». Очень много доверия у меня к ней возникло. Тут красиво все оформлено. Кто это у нас создали? Эксмо. На каждой странице есть какие-то элементы графические, украшающие все это дело. Да, у меня есть кредит доверия к Наоми Новик, поэтому в первую очередь я взяла книгу, которая здесь позиционируется как Янг и Далт. Ну и, в общем-то, да, направлена, видимо, на школьников, которые любят Гарри Поттера и такого рода текста. Книгу эту мне подарила Наталья. Причем я узнала про эту книгу, по-моему, о Ани Букспейс. И сразу же внесла ее себе в виш-лист. Но Наталья мне эту книгу подарила, мне кажется, даже не заглядывая в виш-лист. То есть каким-то чудесным совпадением эта книга мне в руки пришла, за что я благодарю Наталью и предвкушаю знакомство со школой Шаламанчи. Ну и покажу еще два подарка от Натальи. Это книги издательства «Поляндрия Но Эйдж». Наташа мой главный, наверное, поставщик книг этого издательства. Здесь у меня «100 миллионов лет и один день» Жена Батиста Андреа и Хилари Лейхтер с ее романом «Временно». Как-то так получилось, что оба романа связаны с временем каким-то образом. «100 миллионов лет и один день» рассказывает про палеонтолога, который жил в середине XX века. Будучи человеком, очень увлеченным своим делом, он, однако, прозябает на каких-то заштатных должностях в Парижском музее. Но вот мы его застаем в тот момент, когда ему предстоит какое-то величайшее открытие, не только в его жизни, но и вообще во всей палеонтологии. Он отправляется в то место, где совершит судьбоносную находку. Я не то чтобы очень увлечена палеонтологией. Не совсем моя тема, скажем так. Но я начала эту книгу читать и очень увлеклась тем, как Жан Батиста Андреа свой рассказ строит. У него, как меня и предупреждали некоторые читательницы, очень живой, пластичный, привлекательный язык, заманивающий дальше в повествование. И я даже решила несколько кусочков прочитать вслух, чтобы проверить, как оно звучит. Потому что, когда я читала, мне это все было очень приятно. И подчеркнула я два эпизода, связанные так или иначе с напитками. Ну ладно. Здесь герой приехал в регион, который раньше был итальянским, но теперь формально принадлежит Франции. Но все все-таки знают, что там живут итальянцы. Мне подали кофе, какой умеют варить только итальянцы. Горький расплавленный гудрон, от которого вспоминается детство и разбитые коленки. Сначала ничего не чувствуешь, потом хлесткая боль, от которой на глазах выступают слезы. И головокружительное счастье, когда боль стихает. А несколькими страницами позже такое читаем. Я наткнулся на нее, бутылку самогона. Ну это непростой был самогон, сейчас вы увидите какой. Я наткнулся на нее случайно, как-то вечером. В тот день я задержался на работе. Надо было составить заявку на дополнительное финансирование. Бутылка початая. Кто заметит? С первым глотком меня снесло порывом горного ветра. Глаза защипало от музыки склонов и луговых цветов. Я работал до полуночи. Покончив с досье, я встал, чтобы собрать вещи. И рухнул, как подрубленный. Ткнувшись башкой, выдали вейсы, опрокинув стол и сметя со стола папку с документами. На грохот примчался Умберто. Пока он подбирал пустую бутылку, я хихикал и извинялся. Виноват. Благодаря своей граппе я полностью составил досье. Какое? Вот это? Он сунул мне под нос розовые листы. Заполнена была только первая страница формуляра. Остальное пестрело динозаврами, фасилиями, набросками пейзажей. Имелось даже небольшое стихотворение. Дальнейшего я не помню. Ну, в общем, я с большим удовольствием начала эту книгу читать. И посмотрим, что там будет дальше. А вторая книга Хиллари Лейхтер «Временно» про девушку, которая живет в Нью-Йорке. И она примеряет на себя, как я поняла, разные временные работы. Как маски. Разные специальности. Порой весьма экстравагантные. От мойщицы окон до подельника киллера. И здесь пишут, что это книга-притча, книга-сказка, книга-абсурд, в которую проваливаешься, как Алиса в кроличью нору. Как главная героиня в подземелье ведьмы. То есть еще и подземелье ведьмы там будет. Ну, здесь Нью-Йорк мне очень нравится как сеттинг. Интересно познакомиться с этой книгой. Наташа, спасибо за эти чудесные книжные дары. Дальше немного... Посмотрите-ка, я даже этого не думала, что там ведьма опять. Даже в Нью-Йоркской книге вдруг ведьма какая-то всплывает. Но неспроста осенняя, да, вся эта подборка. Здесь у меня Терри Пратчетт и «Пастушья корона». Это последняя книга из серии про Тиффани Болин. Моя любимая серия. Единственная, которую я планомерно у Терри Пратчета поглощаю. Я не читала еще первую и последнюю книгу. Значит, Тиффани Болин – это ведьма, которая растет на наших глазах по мере развития вот этой серии романов. Мне нравится, что ведьмовство у Терри Пратчета, оно в большей степени связано не с какой-то эзотерикой волшебной, а с практичностью, сообразительностью, эмпатией, где надо, трудолюбием, где надо, упорством и упертостью, где надо. Это очень такая прикладная магия, скажем так. Но Терри Пратчетт, как всегда, очаровательный, остроумный, насыщает свое повествование жизненными мудростями, премудростями, тонкими наблюдениями, добрыми наблюдениями за людьми, за жизнью, культурными аллюзиями, ассоциациями. Ну и, конечно, очень важные персонажи этой серии – это синий маленький народец, такая, мне кажется, смесь пикси и шотландцев. Они очень воинственные, они постоянно матерятся, они не любят мыться, любят выпить и подраться. И они очень преданные Тиффани Болин, они ей все время помогают в ее схватках с какими-то злыми эманациями. Вот не знаю, с кем она встретится в этой книге, но вот этой серии Терри Пратчетта я доверяю беспрекословно и просто очень рада, когда очередная книга у меня в руках окажется. Эту я купила на распродаже в закрывавшемся нашем магазине «Никто не спит». Надеюсь, он скоро откроется обратно на новом месте. Тут хотела показать вам интересную находку из «Букиниста». Это роман Эмма, но не Джейн Остин, как вы могли подумать. Это Шарлотта Бронте. Я не знала, что у нее даже такой роман есть, хотя вообще не очень-то с ее творчеством. Хорошо знакома. В общем, я так поняла, что это роман недописанный и который был найден как-то позже других. Поэтому здесь не только его текст, но и много контекста. Например, эссе Элизабет Гаскел, Уильяма Теккерея, Вирджиния Вульф, Сомерсета Моэма, Мюррил Спарк и других разных авторов, посвященное творчеству Шарлотты Бронте и ее сестер. Но очень меня привлекает в этом даже не столько сам роман, сколько вот эти вот эссе, но и то, что он такой редкий, о нем я не знала, ухватило как редкость в Буки нести эту книжку. Последнее будет Сабрина. Жуткие приключения Сабрины. Это оказался второй комикс из серии про Сабрину. Я, как всегда, с комиксами, они же нигде цифры не пишут. Потом тебе остается только гуглить и догадываться. Хотя нет, похоже, что она первая. В общем, ребята, я только что уверилась в том, что это вторая книга. Теперь мне кажется, что она и первая, но не важно. Я купила этот комикс в преддверии хэллоуинских чтений. Тем более, что моя неделя чтения комиксов, как летом началась, так и все, и буксует. Я подумала, что можно пополнить ее планами еще на Сабрину. Этот комикс при первом знакомстве оказался довольно мрачным, каким-то кровавым и жутким. Я такой не очень-то люблю, но если уж когда-то есть время такое читать, это хэллоуин. Решила просто украсить неделю комиксов, раз она выпадает на осень, чем-то осенним. Новый сериал про словещие приключения Сабрины я начинала смотреть, и он мне показался чересчур каким-то мрачным и оккультистским. Может быть, я не досмотрела до чего-то главного, но как-то бросила, мне кажется, даже на первой серии. Однако же, видите, комикс согласилась взять почитать. Посмотрим, что из этого выйдет. Оставайтесь в ваших креслах в октябре. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И будем следить с вами за событиями вместе. Пишите, какие из этих книг вы уже читали, какие у вас от них впечатления. Что вы такого интересного осеннего себе купили почитать в этом году? Как вообще складывается ваша осень? Делитесь в комментариях. И встретимся с вами в новых видео на канале «Оставайтесь в креслах». Я Ира, желаю вам приятного вечера и пока!